здравствуйте да это вилка мы сейчас включим нашу систему сейчас скажу какую систему это насос он небольшой это не малыш немножко помощнее но это насос который будет выкачивать воду из этого бака здесь три куба зачем мы это делаем сейчас в конце августа нам нужен влагозарядковый полив для всех плодовых растений и не только плодовых ну а во-вторых здравствуйте телезрители канала афонтово и конечно канала голова садовая титана на ю тюбе и тема сегодняшняя зачем нужен полив вот такой ранней осенью меня очень удивляет ваша нерасторопность когда вы начинаете поливать сбрасывать воду из баков и бочек в сентябре мои дорогие до середины сентября практически закончится нисходящее сокодвижение то есть растение уже не будет качать воду по листикам плодам там и стволиком не будет уже вызревать ничего надо это делать в конце августа в начале сентября когда идет нисходящее сокодвижение и я иду к плодовым вода уже течет насос я включила и хочу вам сказать что вот это прием так называемый влагозарядковый полип он очень хорош именно сейчас посмотрите на эту яблоню ну красотка вы на яблоки посмотрите наконец-то моем саду растут крупноплодные яблоки это из трех яблонь посаженных суда я немножко сделала неправильно у меня места столько нет букетная посадка должна быть немножко разреженной но они растут и они плодоносят значит им хорошо и не надо заморачивать себе голову как их посадить а вот как полить их правильно хочу показать потому что меня удивляет это что за полив такой посмотрите положили шланг вот сюда вот к стволам и течет он там целый день а вы знаете что происходит когда вы так делаете у них то что наверху вот зеркально отраженная то и внизу вот так как она выглядит так выглядит ее корневая система и там где находится центральные стволы проводники внизу находятся такие скелетные крепко держащие эту яблоню в земле и и корни они такие же и по размеру они уходят также глубоко как ее высота чем выше яблонь тем глубже уходит центральный корень и если вы будете лить воду туда то горько об этом пожалеете через два-три года лишитесь великолепной яблони не делайте этого я уже сто раз говорила что поливать надо правильно смотрите вот закончились веточки да опустим мысленно вот так вот прямую на землю это проекция кроны она где-то вот в этом вот районе так и воду надо лить сюда именно смотрите вот сюда 20 сантиметров и сюда 20 это и есть то зона корней мочковатых которые способны пить воду и есть что мы предложим яблоням вы возьмите себе это в толк это просто вот положите шланг суда и обратите внимание что здесь не просто голая черная земля после трехлетнего ее пребывания на нашем участке яблони груши не важно как это называется важно что нужно обязательно все задернить зачем-то очень просто какое у нас лето уже которая подряд 30 35 37 а то и 40 в тени так это же все черная земля перегревается это же не на пользу растению она не может так расти в лесу яблони растет а там их достаточное количество диких яблонь они растут и кругом трава это теплое одеяло от перегрева в первую очередь и от переохлаждения зимой пожалуйста задерните и прекратите копать там землю нельзя этого делать нет надо порыхлить да не надо порыхлить кто ее в природе рыхлит а где вы видели в промышленных садах чтобы там рыхлили под стволами яблонь да нигде вы не увидите такого это теплое одеяло как у узбеков жарко халат холодно халат все нормально но шланг конечно не должен лежать все время на этом месте вы видите что вода идет и впитывается трава которая здесь да я ее стригу все время она не дает подтекать туда к стволу к стволам то есть но зато она очень равномерно если шланг перекладывать время от времени да вот сюда например ну постойте вы около нее ну посмотрите не болеет ли она бедненькая нет ли на них какой-нибудь заразы нет лет ли у вас что времени нет на это это же удовольствие разглядывать свои растения я считаю что и вот такой полив я считаю что это самое правильное что может быть так написано у мичурина чтоб вы знали это ну вот положили шланг ну можете на минут 15 убежать куда-нибудь конечно не только яблони груши и сливы и вишни требует такого полива вот рядом находится пионы а им да разве не надо пить и им также нужно пить видите как раз крылся куст вот его крона вот его проекция значит его корни всасывающие находится именно вот в этом месте не надо туда воду лить не туда вот сюда положите шланг здесь пригорок мне повезло немножко больше и вода медленно и верно потечет вдоль этой дорожки с пионами и время от времени я ее перекладываю и смотрю промокла ли земля хорошо ли они политы сейчас осенью если этого не сделать растение набирает силу сейчас закладываются плодовые почки хочу показать что плодовые почки это вот смотрите не просто вот поглядите сюда вот от этого места даже не от этого ой не соврать бы правильно от этого места до вот этого это новый прирост этого года а вот здесь до этого прироста находятся такие ну такие маленькие штучки называются плодушки и каждая из них на следующий год родит одно два а то и три яблочко и вы должны понимать заплодоносит ваша яблоня или нет а вот чтобы она заплодоносила дайте вы ей напиться я надеюсь что сульфата калия и суперфосфата через вытяжку вы своим растениям уже дали потому что полив осенью вы все время забывайте у нас осень не в октябре в саду она в августе в конце начало сентября и закончили все понятно объясняю ну тогда всего доброго и до свидания